Сегодня об этом говорят в открытую, снимают социальные ролики, предупреждают. Но где-то там, на уровне подсознания, у женщины есть некий барьер. Не говорить, не жаловаться – стыдно. Их бьют, унижают, калечат не только их психику, но и психику детей, а они молчат. Быть может, действительно думают – бьет, значит, любит. Вот этим и пользуются семейные тираны, деспоты, абьюзеры – современное им прозвище. А на самом деле этих сильных мира сего, позволяющих ударить и унизить женщину, следует называть слабаками, недостойными называться мужчинами. И наказание им грозит по закону соответствующее более 9 тысяч женщин-брещены. В 2022 году обратились звонком или сообщением в правоохранительные органы с просьбой о защите. Жалость жертв к семейным дебоширам приводит к повторяющимся действиям снова и снова. Поэтому проблему необходимо решать незамедлительно. Напомню, что в случае обращения в правоохранительные органы в первый раз нарушителю спокойствия выносят официальное предупреждение. Если агрессия повторяется, то человека привлекают к административной ответственности. В зависимости от последствий может наступить и уголовная ответственность. Также, если трижды в течение года агрессор причиняет побои, наступает уголовная ответственность по статье 154 «Истязание». В отношении семейных скандалистов также применяется такая мера индивидуальной профилактики, как защитное предписание. Это установление гражданину, совершившему домашнее насилие, временных запретов на совершение определенных действий и обязанностей для защиты жизни и здоровья пострадавшего от домашнего насилия. Для защиты лица, пострадавшего от действий семейного дебошира, последний отселяется из места совместного проживания на установленный органами внутренних дел срок. История нашей героинь похожа на сотни других женских историй. Они терпели до последнего, думая, что что-либо изменится. Диана, мы ее так назовем, не могла решиться обратиться за помощью 22 года. Издевательств хватило бы на целый сериал. В итоге потерянное здоровье и травмированные дети. Моя история началась уже 22 года, вернее, длится уже как бы 22 года. Последний год стал очень таким, скажем, тревожным, очень печальным, потому что супруг стал больше употреблять алкоголя почти в день. Не почти, а в день в день усугубилась тем, что происходит психологическое насилие. У меня трое детей, двое уже совершеннолетних, а третий еще нет. Очень переживая за их психологическое состояние. Руку он не так, чтобы поднимал руку, он больше прыгал. Но дело в том, что уже дети выросли, и где-то они встают за мной, как горой. Для меня это был, конечно, шок. Была ситуация неоднократно. Больше идет психологическое такое насилие, как ночь. Днем мы выспались, пришла ночь, и ночью всем нужно спать. Мне на работу, старшему тоже на работу. Девочка у меня учится, младшая тоже учится. Соответственно, получается, у нас все ночное. Все ночное это будет ходить туда-сюда, это будет мешать спать. Это будет просто цепляться, что-то вспоминать, цепляться, ругаться. Если ляжет спать, то, скажем так, приходит белка, мы начинаем кричать. Кризисная комната территориального центра социального обслуживания населения Московского района немая свидетельница признаний многих десятков женщин, которые находили спасение от семейного деспота именно здесь. Она работает более 10 лет и постоянно востребована. Только за прошлый год здесь нашли временное пристанище, более 20 женщин и 6 несовершеннолетних. Сегодня здесь с ребенком проживает Инга. Ее история началась в Польше. Работала там, родила кроху и все это время терпела побои, оскорбления и унижения. В Польше с работы потеряла все. То есть, естественно, работы нету, никаких выплат. Там вопрос стоял уже с легализацией. Пришлось... Ну, получается так, что полностью начало зависеть от мужа, хотя я никогда не хотела этого. Уже в беременности у нас началось. Руку поднимал, телефонную об стену разбивал. И все беременность проплакала, прорыдала. И я решила, да, не знаю, надеялась, верила. Я хотела, чтобы ребенка семья была. Я понимаю, что это не семья. Извините. Я понимаю, что это не семья, но мне это доказало, что это будет лучше. Мы сошлись. Это было в 22-м году. На Новый год. Как раз таки мы Новый год отмечали уже, ну, типа, как полной семьей. В Новый год входили, якобы. Поначалу было ничего. Это получилось так, что, ну, естественно, когда сошлись, пришлось, как бы, суды отменять, как бы, прекращать. Потому что решили заново. Ну, там суд решил, что в интересах ребенка все равно проведет суд онлайн. Просто поговорить хотел. И провели суд онлайн. Ну, естественно, что мне уже было говорить. Ну, да, решили попробовать еще, да, там, то есть у семья важнее. Ну, и все, они закрыли, все, и получилось. А он очень давил в тот момент. Что, вот, что-то с судами, давай быстрее, давай то, давай, решай. Что-то не звонишь сама, чего ты не узнаешь. Тоже сейчас я понимаю, что, видимо, из судов скорее. Ну, вот, хватило его, наверное, на 2-3 месяца, как сошлись. И все, потом, да, началось. И что, хуже? Он постоянно не был дома. Постоянно пил. Постоянно упрекал, унижал. Это постоянно было. Это настолько было. Приводелся, что у меня шизофреничку делал. Он постоянно говорил, что ты больная. Я тебя в больницу заберу, перебанка со мной оставит. У тебя ничего нету, ты нон. Ушла. И вернулась после просьб, что все изменится, никогда не повторится. Все это ложь. Поднявшая руку на женщину, единожды не применет это сделать еще раз. Так и случилось с Ингой. Пришлось бежать на родину. Что делать дальше, как жить, как устроиться на работу, получить прописку, это все пока непонятно, но дома помогут. А пока есть возможность пожить в кризисной комнате. Инга и Диана в один голос сегодня говорят о том, что упускать время нельзя. Нельзя прощать. Что посоветую? Не бояться. Не бояться вот этого насилия, вот этого оскорбления. Не бояться позвонить в 102, потому что я боялась, реально. Не то, что боялась, а боялась плане того, что... Стеснялась. Стеснялась, да. А что скажут? А что его родители? А как будет? А чего? Ай, ну сейчас это... Это, ай, извините, ударило по моему же здоровью. И психологически, и по здоровью моих же детей, то бишь, ну, наших детей. Вот. Что я посоветую? Еще раз повторяю. Не бояться зазвонить, добиваться ситуации, находить выход ситуации. Ни в коем случае не терпеть побоев, ударов. Не бояться этого агрессора. Сотрудникам московского РУВД города Бреста за первый месяц 2023 года крайне часто обращаются граждане, в частности всего женщины, по факту того, что в их семьях происходят семейные скандалы, над ними происходит семейное насилие, в связи с чем каждую среду они приходят к участковому инспектору милиции, рассказывают свои семейные ситуации, что у них происходит. Мы даем им грамотные консультации по факту того, что необходимо делать, как необходимо действовать в сложившихся ситуациях. Прежде всего, в случае возникновения семейного скандала, мы говорим им обращаться на линию горячей дежурной службы 102, в связи с чего к ним будет незамедлительно направлен наряд милиции, которые уже будут смотреть о сложившейся ситуации. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.